Доброго вечеря, дорогие радиослушатели! Почему вы думаете вечеря? Это моя фишка. Почему радиослушатели? Это не моя фишка. Меня зовут Евгений Ширяев. Вы сейчас будете смотреть видеоролик, посвящен Древней Руси, Киевской Руси. Это уже пятый выпуск. В описании под этим видосом... Не хочу так начинать. Здравствуйте, я вас всех приветствую. Собрались, все, поехали. Это сериал. Вы смотрите пятую серию. Ежели вы не смотрели первые четыре серии, то надо посмотреть. По-любому, чтобы быть в хронологии, понимать, чё к чему, что до этого были за пассажиры. Я рассказываю о зарождении Руси, Древняя Русь, Киевская Русь, Рюрик, Мюрик, Гюри, коллеги, вещи, не вещи. Вся та шалупень, которая происходила до этих событий, которые будут здесь, в этом видосе. А в этом видосе мы будем говорить о событиях с 1054 года. Смерть Ярослава. Ярослав Мудрый, который был в предыдущем ролике. И мы будем говорить вплоть до 1125 года. О детях, это будет в этом видео. О детях Ярослава Мудрого. О его внуках. О его правнуках. И моя задача, глобальная задача, чтобы поведать вам всё это очень простым языком. На пальцах. Чтобы вы как включили этот видос, и его как влупили, увидели этот 25-й, 6-й, 9-й кадр, и не смогли отсюда вылезти. Потом видос закончился, а вы всё понимаете, всё запомнили, во всё соображаете. Если Цока не услышите, эта собака ходит тут. Зохан не может себе место найти. Иди сядь куда-нибудь на место. Сядь и сиди. Слушай. История Киевской Руси. В описании будут те предыдущие 4 серии, которые я снял до этого. Посмотрите, если не смотрели, а потом это видео, и пошла вода горячая. Ну что, поехали? Погнали. Простым языком так называется эта передача. Ну что, началка вроде есть. Нет, дело в том, что я уже записываю 2 часа и понимаю, что это очень много информации. В башке это тяжело всё усвоить. Вам, мне кажется. Поэтому меняем концепцию с 1054 года по 1093 год. И буду рассказывать в этом ролике только о детях Ярослава. Про внуках и про правнуках, если я буду рассказывать, это еле разобрался сам во всём. Опять Яиславы, Ярополки, Святополки, Святославы, Всеславы, Муславы, Мудославы, Тьму, Тараканья. И мало того, что эти имена были до этого, и здесь эти имена опять повторяются, будто бы других имён у них не было. В этом может быть путаница, поэтому я делю то, что хотел в один ролик на два ролика. Всё, ехали. Субтитры подогнал «Симон» В прошлой серии мы остановились на смерти Ярослава Мудрого. Как он умирает, собирает своих детей, а на тот момент у него было пять детёнышей. И им он говорит, ребята, прошу вас, не убивайте друг друга, как мы это делали, как наши деды это делали. Давайте ту Русь, которая есть, богатая, киевская, прекрасная, древняя, сохраним в том виде, в каком она и есть. А главное, чтобы вы не ссорились, дурачки, ну, ёшкин-то кот, я вам закон придумал. И они говорят, какой закон? Говорят, батя, какой закон? И он умирает, достает эту, как его записку. И в этом письме написан тот... Дебильный... Тот закон, который придумал Ярослав Мудрый. Слово «мудрый» можно уже вычеркнуть после того, как... Наверное, старый человек, наверное, да. Старость не радость. Уже башка его не соображала, поэтому он и написал такую хрень. Все хотят дети власти, и это полный беспредел. Что придумывает Ярослав? Закон о наследстве. За старшего будет тот брат, который старший. Если старший брат умирает, то тот, который будет помладше брат, встает на его место. Как только умирает тот, кто был помладше, стал постарше, другой брат встает на его место. Вроде все супер. То есть я, например, четвертый брат, у меня есть три брата, и я сижу и жду. Думаю, сука, когда же подохнет старший? Оп, старший умирает, я продвигаюсь на лестницу вперед. И думаю, мгм, еще одного осталось подождать, вот один еще сдохнет, и я буду. В этот момент, пока я сижу и мечтаю о смерти своего брата, я сижу где-нибудь в Новгороде, а мне-то нужно идти в Киев. Киев же главный город у нас, столица. И мне абсолютно пофигу на Новгород, на тех жителей, которые там живут. Я одной ногой в Киеве. И вот я уже пять лет, десять лет, пятнадцать, оп, умирает. Я говорю, «Новгородцы, fuck you!» Естественно, начинаю показывать новгородцам всякие вот эти вот знаки неприличные, и убегаю влавствовать и быть князем всей Руси. То княжество, в котором я княжил до этого, меня терпеть не могут, потому что вырубаются, что я не постоянный князь. Я тот князь, которому абсолютно пофигу на то место, где он находится, и он поскорее хочет соскочить в Киев и быть там правителем. Но потом начинается полный бардак, когда у тебя рождаются дети. Потому что, когда у тебя рождаются дети, они тоже сидят и думают, «Ага, сейчас умрет дядя, потом будет мой батя, и батя мой, когда умрет, так, подожди, как, так, потом будет сын моего дяди старшего, а потом моя... Нет, потом... А, потом сколько он будет? А, а потом будет моя очередь». И все они сидят и ждут, когда же придет их очередь. Но в этом есть еще одна приколюха. Если твой батя вдруг помер и не сел на главный престол, то тебе хрен что достанется. И не видать тебе княжества никогда в жизни. Вот такой закон. Понимаете, что будет в будущем? Сейчас вы все поймете. Итак, у Ярослава остается пять сыновей. Но есть еще прикол, о котором мне обязательно нужно сказать. Еще был один сынок у него, Владимир, который правил в Новгороде. И за два года до смерти Ярослава этот Владимир умирает. А он был самый грамотный из братьев. Умный, порядочный, четкий, поцик. Потому что все эти пять братьев на вкус Ярослава были еще те балбесы. И когда он умирал, он такой лежал на них, смотрел, думал, господи, что за габлы? А почему Володька? Почему Володька умер? Такой вот наследник был. Ну, умер Володька. Что делать? И поэтому, естественно, по этой лественичной системе престол отдается главному тех Изяславов, которые были до этого забываемых. Новый Изяслав. Будем называть его дядька. Потому что их будет пять дядек. Итак, Изяслав старший. Ему достается Киев, Новгород. Второй. Святослав, точно. Святослав, у меня все записано. Все правильно. Святослав. Ему достается богатое Черниговское княжество. То есть, вы понимаете, как только с Изяславом что-то случается, Святослав становится князем. Возможно, у Святослава, сидя в Черниговском княжестве, возникают мыслишки. Хм-хм. Я следующий. Сечете, да? Третий брат, Всеволод. Ему достается Переяславское княжество, охранявшее страну от степи. И обладавшее большой военной силой. Еще два брата, Игорь и Вячеслав. Игорю достается Владимира Волынская. Вячеславу Смоленское княжество. Игоря и Вячеслава запоминать не обязательно. В скором времени они умирают. Смоленское княжество братья дербанят на троих. А Владимира Волынская по-братски, как вы думаете, отдают кому? Они отдают сыну того Владимира, который был старшой и умер за два года до смерти Ярослава. То есть, ну, очень по-братски сделали своему племяшке. По имени, а имя его я забыл, потому что этих имен сейчас будет очень много. Зовут этого кренделя Ростислав. Запоминаем его имя, о нем мы еще поговорим. В целом, Ростиславу не так уж и плохо, несмотря на то, что батька его умер. И, по идее, Ростислав после всего этого извещания может смекитесь, думает, ага, суки, получается, что если мой старший батя умер, то мне ничего не светит. Ну, ничего, это в плане быть самым главным. Но, хоть ты и не будешь самым главным, по закону, который уже есть, но все же тебя есть Владимир Волынское княжество. Так что, братишка, вот все у тебя души. Вроде как по-братски, да? Смотрим, что будет дальше. Идут годы. Вроде бы все хорошо. Сами братья, родные, друг на друга не нападают. Но есть другие персонажи, которым что-то не имется. И одним из таких ковбоев является человек по имени Всеслав. Для тех, кто смотрел предыдущие ролики, вы все сейчас поймете. Всеслав это пацанчик, батя которого Бречеслав из Полоцка. Бречеслав это сын Изяслава. Изяслав это сын Владимира. Владимир, который крестил Русь. Вспоминаем Рогнеду. Маленький Изяслав защитил мамку от Владимира. Красносолнышко. Владимир Красносолнышко отправляет свою жену Рогнеду, которую до этого в Полоцке насиловал и при ней убил ее родителей. Он отправляет сынишкой. Изяслав рождает Бречеслава, который выламывался. Ну, вы все помните. Че мне пересказывать это? Который наехал на Ярослава. Типа, что за фигня? Ярослав отдал ему земли. Витебск. И все. И это отдельное вообще государство. Это Беларусь. И Всеслав, будучи вообще не причастен к Киевской Руси, хочет чего-то хочет. И начинает набеги. Че он там делает-то? Погодите. В 1066 году нападает на Новгород. Разграбил его. Три брата они. Крутые ребята. Им это не нравится. Они с карательной операцией приезжают в Полоцк. Там беспределят. В итоге они Всеславу говорят, давай поговорим. Че да как. Всеслав приезжает в Киев на мирные переговоры со своими двумя сыновьями. И Зеслав хватает Всеслава и кидает его в темницу. Пожизненно. Вместе с его детьми. Вот такая вот история, которую мы запомнили. Всеслав зовут этого Кренделя. Запомнили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Огромная звезда появилась на небе. Красная, красная, кровяная. И семь дней на небе она провисела. Все... Потом вылавливают из Днепра ребенка, мертвого, уродливого, всего безобразного. Все... Какой-то страшный знак. Что же будет дальше? Это было предзнаименование о том, что скоро будет полная жопа. А эта жопа называется Половцы. Если раньше нам компонсировали мозги печенеги и их Ярослав разгромил, то Половцы это персонажи тоже азиатского происхождения. Обратите внимание на карту, где они тусовались. Это кочевой народ, который представлял собой западную группу тюркоязычного кипчакского этноса. Они называли себя желтыми кипчаками. Короче, как бы они себя ни называли, русы прозвали их Половцами. И в 1068 году эти Половцы нападают на Русь. Три брата Изяслав, Святослав и Всеволод. Битва. Русь проигрывает. Разбегаются все братья по своим княжествам. Изяслав прибегает в Киев. Киевляне говорят, Изяслав, давай мы поможем тебе. Мы готовы. Дай нам оружие. Мы сейчас все в бой пойдем. Изяслав не понимает, что делать. Суета непонятная. Он не готов довериться киевлянам, своему народу. Киевляне бунтуют, с ума сходят, беспределят. И находятся те заговорщики, которые выпускают из тюряги Всеслава, нашего товарища из Беларуси. И говорит, Всеслав, выходи, выходи из тюряги со своими сыновьями. И свергай этого засранца Изяслава. Тут у нас такой кипиш. Половцы, не половцы. Помоги, братское сердце. Изяслав вообще в шоке от того, что происходит в Киеве. Такой бунт, сумасшедшее восстание этого Всеслава выпустили. И он бежит, убегает, сваливает в Польшу. К своему родственнику. А вы помните, что Ярослав всех своих детей в Европе там женил на царях, на этих королях. Одна во Франции, другая там-сям. Королева, не королева. Изяслав бежит в Польшу к своему родственнику. Это был его зять, сестры, муж. Говорит, помогай туда-сюда, беспределуй меня. Дай войско. Пойдем разлохматим. Борислав II, так звали. Польского князя. Или кто там он был? Царь их там, хрен их поймешь. Борислав говорит, да, базара ноль. И где-то через 7 месяцев польское войско приходит в Киев. Всеслав смотрит, что там очень много народу. А его называли Всеслав Чародей. То есть была такая присказка, что он мог перевоплощаться и в волков, и в синицу, и в куницы, и в ежика, лисицу. Был опыт даже в литку, да? Он мог даже в тычинку перевоплотиться. И когда он увидел, какое огромное войско, и он думал, да ну нафиг, сразу же превратился в кого-то, в куницу, в лисицу и убежал куда-то. Ну это типа такие сказки об этом. Киевляне, короче, очуметь подумали. Всеслав нормальный у нас оказался князь. Зачем только мы выпустили его на волю? Они закрывают ворота Киева и говорят, не пустим, никого не пустим. Не знаю, осада не осада. Делайте, что хотите. И они кидают весточку двум братьям, Всеволоду и Святославу, о том, что братья, мы не хотим, чтобы Изъяслав, этот придурок, был у нас князем. Либо вы приходите, будете у нас здесь за старшего. Либо мы нафиг сжигаем Киев и уходим в греческие земли. То есть до такой степени киевляне не хотели, чтобы старший сын Ярослава, Изъяслав, был у них князем. Всеволод, младший сын и Святослав, говорят киевлянам, хорошо, хорошо, давайте все красиво порешаем, без беспредела. Открывайте ворота. Сейчас делегацию с той стороны, она к нам придет, какие-то будут переговоры. А Всеволод с Святославом не особо хотели этого кипиша. Они не хотели палки в колеса пихать своему старшему брату Изъяславу. И таким образом они кинули киевлян. Сын Изъяслава. Господи, эти Мстислав, кажется, его. Изъяслава, Мстислава. Сын Изъяслава, Мстислав, его имя можно не запоминать. Пришел туда с дружиной в Киев. И сразу же такие, кто это у меня? Дэн из головы. Тому, кто выпустил из тюрьмы Всеслава. Казнили 70 человек, половину из них невиновных, которые не были причастны к перевороту. Устроили небольшой беспредел, чтобы киевляне тихонечко себя вели. И Изъяслав опять, как козырь, пришел княжить в Киев. Поляки, которые пришли вместе с Изъяславом, Немножко устраивали беспредел на окраине Киева. Но местные жители их повырезали, короче, всех. И поляки подумали, ну нафиг, короче говоря, надо отсюда валить. И Борислав в итоге второй ничего не получил. Такая же ситуация была и в предыдущем ролике, когда Ярослав со своим братом кусался. И брательник его тоже потянул Борислава I. Там была такая же ситуация. Поляки оказались в Киеве, и местные жители их подтеснили немножко, и поляки соскочили. Изъяслав опять, как козыречек, сидит и кайфует в Киеве. Но недолго. Потому что что-то там у братьев родных Изъяслава поменялось в голове. И все волосы со Святославом решают наброситься на Изъяслава и отобрать у него трон. Они ему трон подарили. Они могли же ведь, когда киевляне к ним обратились, сделать ему плохо. Они сделали ему по-братски, по-человечески. Но он все равно себя вел непорядочно к ним. Много на себя брал. Типа он правитель. И, короче, какие-то были моменты, которые братьям не нравились. И они войско собирают, подходят к Киеву. Изъяслав на все на это смотрит. Все бабосы, которые везде лежали, казнул, все это в карманы поднапихал. И опять сваливает в Европу. Без боя. Брат средний за старшего. Всеволод говорит, все ништячочек, братское сердце, я с тобой. В это время Изъяслав переезжает опять в Польшу, к Болеславу. Болеслав на него смотрит и говорит, иди отсюда, чтобы мы глаза тебя не видели. И Изъяслав, как какая-то вонючка, туда, к одним, к третьим, во Францию приехал, в Венгрию, не в Венгрию, у всех просит политического убежища, поддержки. Говорит, ребята, дайте мне войско. Все к нему относятся несерьезно. Думают, шел ты в жопу, Изъяслав. В 1076 году умирает средний брат Святослав. Всеволод-младший встает на его место, просыпается польский Болеслав II, он звонит Изъяславу, говорит, Изъяслав, давай к нам, у тебя умер там твой брат Святослав, я готов вписаться в тебя, сейчас мы им всем покажем. Изъяслав вместе с поляками подходит к Киеву уже в третий раз, получается? Или в какой? Да. Или второй раз. Ну, короче, неважно, Изъяслав приходит в Киев, а Севка, младший брат, говорит, Изъяслав, все в порядке, давай без всяких треша-мнеша, ты за старшего, я лезть не буду, все нормально. Уступает место старшему брату Всеволод и Изъяслав опять кайфуют за старшего. На нашей сцене сейчас будут постепенно появляться дети и внуки наших дядек. У нас было изначально шесть дядек, Владимир, который не дожил, его сын сейчас где-то тусуется. Два дядьки, которые умерли, про них мы мало говорили, это Игорь и Вячеслав. У них тоже есть дети, которые сейчас не при делах и негодуют. Святослав только что умер, средний брат. У него тоже есть ребенок, который недоволен тем, что происходит, и он тоже хочет править. И первый племянник, с которым я вам познакомлю, это сын Святослава, который только что правил и умер. Помним же мы его. Зовут его Олег. Чтобы вы понимали, то, что половцы напали на нас, это не один случай. То есть это просто тот террор, тот беспредел, который происходит вокруг Киевской Руси. Идут постоянные эти битвы и набеги от половцев. Они очень большую роль сыграли в жизни Руси. То мы вместе с ними, то мы не с ними, то они нападают, то мы нападаем, то одно княжество вместе с ними против другого княжества. Они были некими такими беспредельщиками-наемниками. И Олежка, сын Святослава, с огромным половецким войском, то есть он с ними базарился, эти половцы нападают, на Изъяслава, а Всеволод-младший вместе с ним, два князя против своего племяшки Олега. И несмотря на то, что Олег в этой битве проигрывает, в бою умирает Изъяслав. И кто за старшего? По лестничному закону, естественно, князь у нас кто? Младший Всеволод. Остается один дядька у нас. Сейчас. И целый килограмм племяшек, которые хотят его сожрать. А Всеволод, чтобы вы понимали на будущее, это батя, как вы думаете, кого? Владимира Мономаха. Да, Владимир Мономаха. Очень сильная, серьезная и популярная личность, о которой вы будете знать и услышите в следующем видеоролике. Всеволод умирает в 1093 году. В тот период его правления ничего интересного не было. Постоянные войны с половцами и междуусобицей, между его племяшками и внучатами-племянниками, князьями-изгоями и прочими ребятами, которые чудили в тот же период, когда был и Изъяслав, и Святослав. И то, что они чудили, вы увидите в следующем видеоролике. То есть мы сейчас поговорили о дядьках, а потом будем говорить о племяшках. И о Мономахе, естественно. Он где-то в моментах четко очень исполнял. И о нем, естественно, мы и поговорим. Он и будет главным героем нашего следующего выпуска. И все это будто бы будет происходить параллельно с теми событиями, которые сегодня я вам озвучил. Спасибо. Ставьте лайки. Не забывайте ставить дизлайки. Пишите комментарии всякие различные. Некоторые люди вот так вот делают. И я тоже так типа сделал, как будто бы типа круто. А, это типа лайк. Фу, это ужасный знак. Вот. Раньше вот так глаз гнездой я делал. Делал. Это была моя фишка. Запатентован. Запатентовал. Патентовал. Да, это запатентован. Сейчас вот так вот. Это глаз гнездо. Глаз гнездо. А это... А это глаз из гнезда. Ну, все, спасибо. Очумелые ручонки. Как же долго я это записывал. Слышно, как сверлят? Видите? Все сверлят. Соспокоиться не могут. С-с-с-с-к. Продолжение следует... Продолжение следует...